В Оренбурге отметят Международный день борьбы с туберкулезом. Во всем мире это дата единая 24 марта. В нашей области ситуация с заболеваемостью одним из опаснейших недугов по-прежнему остается непростой. Оренбуржье отстает от среднероссийских показателей на 16%. С чем связаны трудности борьбы с туберкулезом и как защититься от болезни, мнение специалистов сегодня узнали наши корреспонденты. В областном противотуберкулезном диспансере очередная плановая операция – резекция легкого. Конечно, дохирургического вмешательства, как правило, стараются не доводить, предпочитая химиотерапию, но получается далеко не всегда. Существуют суперустойчивые бактерии, микобактерии туберкулеза. Соответственно, препараты уже исчерпали себя, новых препаратов, к сожалению, нет. И приходится идти на радикальные шаги, то есть удалять патологические изменения участки легкого с обязательным последующим долечиванием больного. Туберкулез – одна из наиболее сложных в излечении болезни. И тем не менее, в Оренбуржье статистика борьбы с недугом смотрится вполне оптимистично. К примеру, за последние годы смертность от туберкулеза сократилась на 24%. Впрочем, наша область все-таки отстает от общероссийских показателей по заболеваемости. К сожалению, заразиться туберкулезом нелегко, а очень легко, если не обращать на опасность внимания. Мы с вами все контактируем с микобактерией туберкулеза, начиная с рождения, потому что мы находимся в социуме. Но вы же понимаете, не все заболевают туберкулезом, а только те люди, у которых имеется ослабление иммунитета. К ослаблению иммунитета приводят самые различные факторы. Чем и впрямь могут похвастать оренбургские врачи, это то, что удалось победить детскую смертность от туберкулеза. Но новые случаи заражения появляются. Как правило, инфекцию подхватывают дети от 3 до 6 лет и, как правило, в асоциальных семьях. К сожалению, родители не понимают, наверное, этого, хотя и мы с ними очень много разговариваем по этому поводу. Они не хотят сами лечиться или лечатся кратковременное время в стационаре и выписываются за нарушение режима или уходят просто из стационара. Не думая о том, что они подвергают риску заболеть туберкулезом ребенка. Ноу-хау оренбургских специалистов – телемедицина. По сути, врачебные консилиумы онлайн методом конференц-связи. Когда фтезиатры из Оренбурга в реальном времени совещаются с фтезиатрами, к примеру, из Орска. Сейчас такие мосты организованы с четырьмя клиниками области. У нас прекратились вот эти приезды врачей со снимками, больных. Кстати, больной тащится из заражения, но едет, скажем так, с Орска сюда, чтобы здесь проконсультироваться. А это можно сделать, в принципе, как вот, применяя телемедицинскую консультацию. Практикуют специалисты и другие методы диагностики и лечения. Но главный способ избежать недуга – своевременная профилактика. Ведь туберкулезом заболеть намного проще, чем многие думают. Виталий Сапожников, Константин Воробьев. Наше время. Продолжение следует...